Всем привет! Думаю вы знаете, что в GTA Online есть ачивки, и не те которые в стиме или сошел клабе, а внутриигровые. За их выполнение вы можете получить опыт и деньги, но за некоторые из них вы сможете получить уникальные предметы одежды и татуировки. Сегодня я хочу показать их вам и рассказать как получить. Но сначала немного о спонсоре. Любите играть в GTA, но постоянно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к фасмиллеру. Это отличный сервис с недорогой прокачкой, ведь гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. В общем ссылочка в описании. Футболка красный череп. Для ее получения нужно пережить 10 волн выживания. Одной из легких карт является завод. На ней вы можете спрятаться в этом контейнере и спокойно отстреливать врагов. По завершению выживания вы получите 2 ачивки мастер выживания. Первую в игре и вторую в сошел клаве. И ту самую футболку. Футболка смерти на зло. Для ее получения нужно выполнить соответствующую ачивку смерти на зло. Заключается она в том, что вам необходимо победить в 25 захватах, ни разу не погибнув. Понимаю, что в этот режим почти никто не играет, поэтому можете взять друга, чтобы он помог вам выполнить эту ачивку. Футболка дай сюда. Вам нужно подобрать 100 пакетов в тех же захватах, за что вы получите платиновую ачивку и саму футболку. Футболка герой-одиночка. Для ее получения нужно в режиме команда уцелевших убить всю вражескую команду в одиночку в 25 раз. За это вы получите платиновую ачивку и футболку. Футболка маньяк-психопат. Если вы часто будете убивать игроков в сессии, ваш уровень психики будет расти, после чего вы станете психопатом. Для получения платиновой ачивки и футболки вам нужно убить 100 игроков в таком состоянии. Важно уточнить, что вы не должны быть в мотоклубе и организации. В этом случае ваш уровень психики расти не будет. Футболка автосалон. Чтобы ее получить нужно заиметь 30 машин. Думаю, если более-менее часто играть в онлайн и иногда покупать машины, накопить 30 штук будет не так уж и сложно. За это вы также получите платиновую награду. Футболка наемник. Чтобы получить ее нужно принять участие в 25 ограблениях. Речь идет о классических квартирных ограблениях. Нужно 25 раз пройти финал любого из 5 ограблений в качестве члена команды, после чего вы получите платиновую награду и футболку. Футболка авторитет. Для ее получения нужно также принять участие в 25 классических ограблениях, но уже в качестве лидера. В конце вы также получите платиновую ачивку и футболку. Футболка неуязвимый. Вам нужно пройти финал любого классического ограбления без получения урона. Советую делать это на финале флики, там это сделать легче всего, главное не врезайтесь на куруме, за это вы получите ачивку в игре, ачивку сошли и футболку. Футболка медалист, вы должны получить 25 платиновых наград на классических ограблениях, выдают их в конце подготовок за заслуги в ходе задания. Элитная призовая майка и элитная грязная майка, чтобы их получить нужно выполнить все элитные испытания классических ограблений. Условия для получения элиток можете увидеть на экране. После прохождения вы сразу получите 2 футболки, возможно будущим мы пытаемся их выполнить, но это не точно. Белая и черная футболка Бенни, чтобы их получить нужно пройти задание лоурайдеров от Ламара, всего их 8 штук. После прохождения вы получите сразу 2 футболки. Футболка Элитас, для ее получения нужно пройти летную школу Сан Андреас, если вы до сих пор этого не сделали, советую ее пройти. Ведь там можно неплохо заработать денег и опыта, к тому же вы прокачаете навык полета, что не будет лишним. Футболка Рокстар. Для ее получения нужно, чтобы ваше созданное дело одобрили сами Рокстар. Но есть небольшая загвоздочка. За все существование онлайна, Рокстар одобрили около 60 дел. Выводы делайте сами. Я ее получил лет 7 назад, поэтому я даже не помню как она у меня появилась. Теперь переходим к татуировкам. Они тоже открываются за различные ачивки. Татуировка Ловкач. Для получения вам нужно заработать 50 тысяч долларов на ставках. Ставки вы можете делать например на гонках. Если тот человек, на которого вы поставили выиграет гонку, вы получаете сумму в зависимости от коэффициента, который высчитывается исходя из побед и поражений этого человека. Если у него много побед и мало проигрышей, коэффициент будет ниже, чем у человека, у которого меньше побед и больше поражений. Татуировка смерть с дымящимся стволом. Для ее получения вам нужно одержать победу в 5 бандитских разборках за 1 день в течении 1 сеанса. То есть вы должны пройти 5 разборок за 24 игровых часа и не должны менять сессию. За что получите татуировку и достижение зачистка. Татуировка дракона кинжал. Чтобы ее получить, нужно отомстить в перестрелках 50 раз. Если вас много раз убивал один и тот же игрок, а после чего его убили вы, это будет считаться местью. И так нужно сделать 50 раз. И тогда вы получите татуировку и ачивку уравнитель. Татуировка череп. Чтобы получить ее, нужно выполнить платиновую ачивку головолом. А именно, убить 500 игроков выстрелом в голову. Татуировка гончица блондинка. Чтобы получить такую татуировку, нужно поставить мировой рекорд в гонке. Если вы обращали внимание, то почти на всех гонках мировой рекорд всего пару секунд. Что невозможно сделать без использования читов. Но я смог получить такую татуировку, когда вышло обновление тюнинг в Лос-Антосе. Тогда добавили новые гонки и я смог поставить там рекорд в день выхода обновления. Возможно в будущем Рокстар еще будут добавлять новые гонки и вы тоже сможете поставить там рекорд. Татуировка мчи или сдохни. Для получения татуировки, нужно выполнить ачивку адский гонщик. А именно, убить 3 гонщиков в гта гонке и победить в ней. Чтобы запустить гта гонку, нужно выбрать соответствующий вариант в начале. Татуировка череп и меч. Чтобы получить ее, нужно убить 25 игроков с наградами за голову. Ее могут назначить за украденную машину или же игроки через Лестера. После этого, вам выдадут ачивку охотник за головами и татуировку. Татуировка горящее сердце. Вам нужно победить в 50 перестрелках. Татуировка ангел. Для ее получения, вам нужно одержать победу во всех режимах в игре. А именно, гонка по суше, по воздуху, по воде, гонка гта, ралли, перестрелка, командная перестрелка. Завершить выживание, завершить бандитскую разборку, армрестлинг, дартс, теннис, гольф, парашютизм и тир. Кроме татуировки, вы сможете получить достижения в игре и достижения в сошел клаб. Татуировки клоун с пистолетами. За ограбление магазинов, вы сможете получить 4 татуировки с клоуном. Одну за 5 магазинов, вторую за 10, третью за 15 и четвертую за все 20 магазинов. После этого, вам дадут платиновую награду в игре, достижения в сошеле и 4 татуировки. Татуировка гонщица-баринетка. Чтобы получить ее, нужно одержать победу в 50 гонках. Татуировка не верь никому. Для ее получения, нужно взорвать 25 игроков с помощью автомобильных бомб. Если вы помните, у Ромы было видео про это. Чтобы поставить бомбу на машину, заезжаем в ЛСК и ставим в одну из бомб. Рассказывай, как у тебя дела. Ну вот... А, выполнил, короче, челлендж от Лайджокера. Прошел с ножом, значит. Да. Подожди, я отойду в туалет. Приспичило что-то же. Давай, давай. О, ели-сели. Тихонечко. Техоспи сделала, ушел, называется, нашел. Блядь! Татуировка Лосатас Кастомс. Чтобы ее получить, нужно поставить все модификации на авто. То есть, все технические и визуальные улучшения, которые есть для этого автомобиля. Татуировка Плавящийся Череп. Для получения, вам нужно убить 500 врагов в перестрелках. Татуировка Красотка. Чтобы получить ее, нужно посмотреть 25 приватных танцев в стрип-клубе. Посмотреть их нужно от начала и до конца. Татуировка Путь Пистолета. Чтобы ее получить, нужно убить 500 игроков из пистолетов. За это дадут Платинную награду Фанат Пистолетов и Татуировку. Татуировка Расколотый Череп. Для ее получения, нужно убить игроков 100 раз из снайперской винтовки. Кроме Татуировки, за это дадут Платинную награду Дальний Бой. Татуировка Пылающий Череп. Чтобы получить Татуировку, нужно выполнить серию из 10 убийств в перестрелках. То есть, вам нужно убить 10 игроков подряд, не умирая. За это вы получите еще Платинную награду Серийник. Татуировка Плата за грех. Для ее получения, нужно выполнить награду Самый Кровожадный. Вам нужно убить наибольшее количество врагов выживания с 4 игроками. Татуировка Смерть с Косой. Нужно получить Платинную награду Звезда Команда. Заключается она в том, что нужно стать самым ценным игроком в командных перестрелках 50 раз. Самый ценный игрок в команде тот, кто убил наибольшее количество врагов. Татуировки со свитками. Есть 3 татуировки. Чистый свиток, разукрашенный свиток и 7 смертных грехов. Для первого нужно убить 250 игроков. Для второго 500, а для третьего 1000. Кроме татуировок, вы получите Платиновую награду Посланник Смерти. На этом все. Да, я знаю, что футболки даются за достижения в игровых автоматах. Поэтому, если вы поставите лайки и напишите в комментариях, что это вам интересно, возможно я сделаю видео и про них. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем пока.